В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Продолжается обсуждение меморандума о сотрудничестве между администрацией, ГНЕВ и Городской думой. Пополнение в труппе. На сцену Саровского драматического театра выйдут новые актеры. Дистанционный финал. Саров занял третье место в чемпионате Нижегородской области по хоккею. Далее расскажем обо всем подробно. Обсуждение проекта меморандума о сотрудничестве городских властей и ядерного центра продолжается. В этот раз на совместном заседании думских комитетов обсудили вопросы взаимодействия бизнеса и власти. Представители предпринимательского сообщества узнали о действующих мерах поддержки от администрации Ирфят Снеев и предложили свои варианты. Подробности далее. По традиции общественные обсуждения начали с подведения итогов. Представители администрации рассказали, какими мерами поддержки предприниматели уже успели воспользоваться. Так, за последние полгода, которые бизнес-сообществу удались очень тяжело из-за пандемии коронавируса, городские власти заключили около ста соглашений о предоставлении предпринимателям субсидий на компенсацию затрат по оплате труда и коммунальных услуг. Но, конечно, большую часть времени говорили о проблемах развития бизнеса и предлагали пути решения. Я считаю, что, говоря о системе развития малого и среднего предпринимательства у нас в городе, нужно уделить особое внимание поддержке молодых предпринимателей, обеспечить комфортные стартовые площадки для них, для их развития. И, конечно, необходим обмен опытом с представителями малого и среднего предпринимательства по всем городам ЗАТО. Здесь я предлагаю провести форум на территории Сарова. Ну и, конечно, стоит добиваться федеральных субсидий. Отсутствие качественных кадров, несовершенная нормативно-правовая база, пропускной режим – вот что, по мнению участников общественных обсуждений, не дает предпринимательству в Сарове развиваться в полной мере. Чтобы улучшить инвестиционный климат, необходимо наладить качественный диалог между администрацией города и бизнес-сообществом. На мой взгляд, очень здорово помогло бы вот этот инвестиционный климат улучшить совместные проекты. Сегодня есть муниципально-частное партнерство, есть законодательство в этой сфере. Оно очень плохо идет еще по всей России. Но Саров очень часто выступал первым в разных начинаниях. И здесь, мне кажется, мы тоже можем реализовать крупные или, может быть, не слишком крупные конкретные проекты, которые позволят возродить или улучшить атмосферу взаимного доверия на территории между органами МСУ и между предпринимателями. Помощь в реализации крупных проектов готов оказать и Федеральный ядерный центр «Увнеев». Одним из возможных путей взаимодействия может стать сотрудничество с предприятиями малого и среднего бизнеса в области разработки оборудования, программного обеспечения, развития высокотехнологичной, но коемкой продукции, инновационных направлений. С моей точки зрения, дискуссии, подобные сегодняшней, отвечают на ключевой общественно-политический запрос нашего времени в России, здесь. А именно на запрос в участии, в принятии важных решений, которые касаются людей. Сегодня разные люди и предприниматели, и члены команды в НЕФ, и представители ядерного центра, администрации городской. Понимаете, разные были предложения, но ключевые, с моей точки зрения, касались того, как нам общаться, как нам не просто говорить навстречу друг другу, а как нам научиться слышать друг друга и понимать, и разделять обеспокоенности друг друга. Дискуссия длилась около двух часов. Предприниматели постарались провести это время с максимальной пользой, публично задать все волнующие вопросы и сразу получить на них ответы. И, конечно, озвучить, какая помощь им необходима. Есть проблема по кредитованию. Да, банки готовы предоставить кредиты под какие-то бешеные проценты, невозвратные вообще. То есть это, пожалуйста, бери не хочу. А вот если рассматривать какие-то, скажем так, льготные, какие-то условия у банков, то оказывается, получить вот такой кредит, оказывается, очень большая проблема. Вот хотелось бы озадачить администрацию в данном случае каким-то вопросом о том, что предпринимателям надо как-то помогать, находить выходы. Внести свои предложения в раздел предпринимательства нового меморандума может каждый желающий. Достаточно зайти на сайт командовнеф.ру или позвонить по телефону 9 90 78. Правительство решило в сентябре выплатить безработным родителям по 3 тысячи рублей дополнительных пособий по безработице. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина. Выплата обеспечит дополнительную социальную поддержку около 2 миллионов 800 тысяч граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет. Говорится в сообщении, всего на эти цели из федерального бюджета выделят 8,5 миллиардов рублей. Ранее выплата в 3 тысячи рублей на каждого ребенка официально зарегистрированного безработного россиянина начислялась в апреле-июне, затем была продлена до августа. Также в апреле-июне родители детей младше 3 лет могли получить пособие в 5 тысяч рублей в месяц. С 1 июня родители детей от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей от 0 до 16 лет. 12 сентября в рамках проекта «Спорт в каждый двор» пройдет спортивный праздник на территории уличного комплекса по улице Павлика Морозова. В программе награждение значками комплекса ГТО. Старт областного проекта «Спорт в каждый двор». Турнир по уличной гимнастике «Атомный уркаут-2020» – настольный теннис. Начало в 14 часов для лет старше 6 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Почти 90% домов в Нижегородской области готовы к началу отопительного сезона. С таким заявлением выступили в пресс-службе правительства региона. Последние несколько недель по всей области продолжаются выборочные проверки домов. Специалисты государственной жилищной инспекции осматривают здания на предмет соответствия всем требованиям и нормам. Если нареканий нет, подписывается паспорт готовности к отопительному сезону. Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин изменил сроки проведения пробных пусков тепла. Они завершатся уже 15 сентября. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН теперь можно получить онлайн. Это можно сделать в разделе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Чтобы скачать ИНН, достаточно обратиться в раздел «Жизненные ситуации» и направить заявление о постановке физического лица на учет в налоговом органе. После чего в разделе «Профиль» появится возможность скачать ИНН неограниченное количество раз. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подписанная должностным лицом налогового органа и заверенной печатью. Саровчан приглашают на курсы катехизаторов. Занятия будут проходить при храме в честь святого праведного Иова Многострадального на улице Березовой. Слушателей познакомят с особенностями православного богослужения, расскажут об истории церкви, ее таинствах и многом другом. Организационное собрание и первое занятие пройдут 12 сентября, начало в 14.15. Саровчане активно обсуждают слухи о том, что школьников снова переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Якобы известно даже число – 20 сентября. Пока в Нижегородской области 16 классов в 15 школах и одна школа, номер 6 в Иксе, закрыты на карантин по коронавирусу. Это 0,36% от общего числа классов в школах региона. Карантин по COVID-19 затронул образовательные учреждения в Нижнем Новгороде, Арзамасе, в Иксе, Урене, Лукояновском, Сергачевом и Первомайском районах. Также на карантин закрыты 12 групп в 11 детских садах. Это 0,15% от общего числа групп. В частности, это группа в детсадах в Нижнем Новгороде, на Бару, Арзамасе, Шатковском, Павловском и Кавернинском районах. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, как они считают, переведут ли школьников на дистанционное обучение. Большинство думает, что этого не произойдет. Вариант «Да» выбрали 36% опрошенных. Безразлично к этому вопросу 5% респондентов. Слухи о введении с 20 сентября дистанционного обучения прокомментировали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин на своих страницах в Инстаграме. Каждую неделю в детских садах от 12 до 30 групп уходят на карантин и возвращаются с него. Никто из-за этого все детские сады не закрывает. «Будут, к сожалению, карантины и по классам в школах. Будем учиться», – написал Сергей Злобин. Глеб Никитин также подтвердил, что это просто слухи. «Учимся очно. Дистант только для коротких периодов, когда отдельные классы уходят на карантин», – добавил губернатор. За минувшие сутки коронавирус подтвержден у 5463 россиян. В Нижегородской области выявили 163 новых больных. В Сарове COVID-19 подтвердили еще у 15 человек. Выздоровели 17 саровчан. Из тех, кто госпитализирован, трое находятся в тяжелом состоянии. 21 – в состоянии средней степени тяжести. Труппа Саровского драматического театра пополнилась тремя актерами. В новом сезоне на сцену будут выходить два опускника Нижегородского театрального училища имени Встигнеева и актриса театра и кино Юлия Французова. В перерывах между репетициями они дали интервью нашей съемочной группе. Я вас еще не отпустила. У меня для вас много сюрпризов. Слова из роли в спектакле очень подходят к настрою Юлии Французовой на работу на сцене. Она окончила училище имени Щепкина. Служила в театре Содружества актеров Таганки. Снималась в кино. Несколько лет руководит собственным агентством. Спустя 12 лет Юлия решила вернуться в актерскую профессию. В новом сезоне она будет играть в Саровском драматическом театре. Сама я артистка по природе. И я люблю играть. Я играла везде. Дома, в ванной, с детьми. Везде. Но все-таки рыба захотела воду. Юлия задействована в новом спектакле, репетиции которого уже идут. Актриса с нетерпением ждет открытия сезона, чтобы порадовать зрителей своей игрой. Планов и энергии много, чтобы реализовать свои идеи и задумки режиссеров. Хочу только главную. Главную, приглавную. И чтобы это было что-то военное. И чтобы это было что-то драматичное. Чтобы прям плакать, плакать, обрадаться. Я это умею делать хорошо. Упускники Нижегородского театрального училища имени Евсигнеева, Лев Арустамов и Алина Пархачева, только вставшие со студенческой скамьи, тоже рвутся на сцену, чтобы покорять публику своей игрой и совершенствовать актерское мастерство. Есть одно желание. Что дают, то и играть. То, что Лев получает удовольствие от игры на сцене и буквально кайфует в предложенном режиссером образе, видно невооруженным глазом. На сцену молодого человека тянуло с детства. В школьные годы Лев занимался в театральной студии Бориса Сузиным. Я не думал, что вот я там пойду прям работать в театр. Я примерно предполагал, что я пойду учиться в театральное училище, потому что это дает очень хороший такой толчок как развитие личности. Его однокурсница Алина Пархачева пока только готовится к репетициям и занимается вокалом. В новом спектакле ей предстоит петь. В профессию девушка пришла, можно сказать, случайно. Решила попробовать поступить в театральное училище. Поступила. Затянула. Затянула. Первые пару лет было сложно. Сложно привыкнуть к такой жизни, к такому расписанию. Но потом я поняла, что я привыкла к этому и я не могу больше без этого. Станет ли театр единственным местом работы Алины Пархачевой или в ее жизнь войдет кино? А может быть, она в будущем сама будет писать сценарии и ставить спектакли? Я в начале пути и, может быть, лет через 10 я могу подумать о режиссуре или о кино, хотя это другая немножко стезя. Пока это начало, это развитие и я считаю, что это уже небольшая победа. Новых актеров на сцене «Саровской драмы» зрители смогут увидеть, как только разрешат открыть театры в Нижегородской области. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. «Саров-24». Хоккейный клуб «Саров» вошел в тройку лидеров первенства Нижегородской области по хоккею. Из-за пандемии турнир приостановили на стадии плей-офф. Доиграть спортсменам не дали. Места распределил оргкомитет дистанционно. Единственный матч, который разрешили провести, это матч за первое место. Подробности далее. В ноябре 2019 года стартовало первенство Нижегородской области по хоккею. В нем принимали участие 8 команд. Среди них и хоккейный клуб «Саров». В марте 2020 соревнования приостановили. И вот спустя несколько месяцев оргкомитет Нижегородской области подвел итоги турнира. На той неделе было рабочее совещание. И было принято решение. С Това и Стар Таршаева будут переигрывать в финал один матч. Мы и Павлова получаем бронзовый комплект медалей. То есть в переигрывке не будет за третье место. Смысла нет. Во-первых, команды уже другие, составы другие. У нас состав обновляется. У них половина мальчишек уехала. По словам Сергея Макеевичева, бороться за призовое место нашим спортсменам было трудно. Почти все команды играли на высоком уровне. Слабые были только урень. Я могу сказать, что все. Они и не вышли. Твача была в незачет. Поэтому осталось шесть команд. И все участвовали в плей-оффе. И приблизительно все были одинаково равны. Есть куда расти. То есть в предыдущем сезоне были четвертые. В том году третьи. Посмотрим, что будет в этом году. Всего в хоккейном клубе «Саров» играют около 30 спортсменов. Каждый год состав команды обновляется на 6-7 человек. Артем Бубликов – новый спортсмен хоккейного клуба «Саров». Ранее молодой человек играл в детской команде «Ракета». Получив удостоверение профессионального хоккеиста, он решил выступать в ИХЛ и защищать честь «Сарова». Пока Артем изучает тактику и стратегию команды, чтобы привести ее к заветной победе. В ИХЛ мы больше бегали, потому что мы молодые. А тут уже ребята взрослее. Я как-то думаю, быстрее. Головой. И все делают быстро. Я знаком со всеми ребятами, со всей командой. Хорошо приняли. Первая игра первенства Нижегородской области по хоккею среди мужских команд в этом году пройдет в ноябре. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова